Добро пожаловать снова на мой канал и в этом выпуске шоу маска на канале НТВ второй сезон, пятый выпуск, делаю краткий обзор В пятом выпуске шоу маска на канале НТВ выступило 11 оставшихся масок Их разделили на три группы В первой группе выступали Банан, Розовая Пантера, Носорок и Неваляшка У всех были интересные и классные номера по-своему, но конечно хочется выделить как всегда Неваляшку Он подарил мне лично, я думаю многим другим, очень классный, позитивный номер Веселый, как всегда, впрочем Мы подходим к итогу первого выступления Конечно же было проведено голосование По результатам первого зрительского голосования с первой группы в номинацию отправляется Банан Банан практически одинаковое количество голосов набрал, как и Розовая Пантера Там буквально десятые все решили Вообще, конечно, у меня такое впечатление, что Розовую Пантеру будто бы тянут специально И сегодня, то ли я уже схожу с ума, но мне что-то показалось, что под маской Пантеры сегодня как-то проскальзывал голос Бузовой Надеюсь, что я ошибаюсь Ну а вы пишите свои варианты, кто же там скрывается Вторая группа, в которой выступал Белый Орел, Солнце, Заяц и Единорог Очень классная группа, поскольку все номера были классные Персонажи все суперские И очень жаль было, что среди них нужно было кого-то отправлять в номинацию Хочется отметить выступление Солнца Классное было исполнение песни Полины Гагариной Сегодня снова я остаюсь по прежней версии, что под маской Солнца скрывается никто другой, как и Марина Кравец Сегодня снова я слышал ее голос И я буду утверждать по-прежнему, что под маской Солнца пока что для меня это Марина Кравец Но вы пишите свои варианты Ну и, конечно, хочется отметить Единорога, который сегодня спел тоже классный хит Бритни Спирс И сегодня я, конечно же, снова слышал под маской Единорога никого другого, как Наталью Подольскую Всю неделю мне многие писали, что под маской Единорога скрывается Ирина Дубцова И я уже в какой-то момент поверил Но сегодняшнее выступление в очередной раз мне доказало, что все-таки там Наталья Подольская Да и по фигуре я посмотрел на Единорога Очень узкая талия, худенькие руки Наталья Подольская подходит по комплекции А вот Ирина Дубцова ничего против не менее, но она чуть-чуть больше, скажем так Поэтому для меня пока что под маской Единорога по-прежнему Подольская Ну и, конечно же, Заяц Который сегодня сделал отличный, классный, суперский, невероятный номер, на мой взгляд Спел одну из моих любимых песен Shape of my heart, Stingo из кинофильма Leon Killer Прекрасный номер был шикарный, один из лучших, на мой взгляд, сегодня, возможно, даже и самый лучший Но и по-прежнему также я утверждаю, что под маской Заяц скрывается никто другой, как Тимур Батрудино Во-первых, и вот эти его видео-визитки с подсказками, где он все время с какими-то спортивными снаряжениями Мы знаем, что Тимур Батрудино, он всегда на спорте Ну и его вот эти вот шипящие буквы, которые он по-интересному произносит Вот я их сегодня снова слышал в этой песне Ну а вы пишите, конечно же, свою версию Ну и переходим к голосованию После выступления второй группы по результатам зрительского голосования в номинацию отправили зрители Белого Орла Вообще, конечно, с этой группы никого бы я не отправлял, но это шоу Переходим к третьей группе Третья группа это Змея, Лама и Крокодил Моя любимая змея Классно выступила, шикарный номер По поводу Ламы у меня по-прежнему нет ни одной версии Не знаю, кто там Крокодил тоже мне очень понравился В общем, номера у всех были классные Ну и переходим, конечно же, к главной интриге По результатам третьего зрительского голосования в номинацию зрители отправляют Змею И я, конечно, очень был удивлен такому решению Но это решили так зрители, поэтому ничего тут не поделаешь Хочется еще, конечно, отметить такой момент в передаче Когда угадывали змею и предположение пало на Нюшу И там вот Регина вспомнила дочь Нюши с именем Симба И вот это выражение Филиппа Киркорова, который, как оказалось, не в курсе Что Нюша назвала так свою дочь Он был, мягко говоря, удивлен, как, я думаю, и многие люди другие Но это такое не совсем типичное и свойственное имя для славянского народа Мне оно тоже очень достаточно непонятное Но Нюша решила выделиться, и у нее это получилось Она, скажем так, переплюнула всех, кто хотел назвать своего ребенка как-то по-особенному А вы мне напишите, конечно, свои комментарии Как вам такой выбор имени для дочери И переходим к главной интриге вечера По результатам пятого выпуска в номинации у нас Банан, Белый Орел и Змея Снова происходит зрительское голосование И зрители спасают Белого Орла Остается Банан и Змея И тут я, конечно, заволновался Потому что змея это мой фаворит И тут уже принимаются за работу члены жюри Снова голоса разделяются два на два И один из членов жюри должен решить, кто же снимет маску Но на этот раз им оказался не Филипп Киркоров Он решил после прошлой программы Не брать на себя такую ответственность И сегодня это досталось честь Тимуру Родригесу Тимур Родригес спасает змею Чему я ему очень благодарен И рад, что змея продолжает участие Ну а вы мне напишите, рады ли вы этому И вот, конечно, подходит самая главная интрига вечера Банан снимает маску Члены жюри разделились, кто же там скрывается Либо Александр Буйнов, либо же Юрий Стоянов И вот Банан снимает маску И кто же скрывался под маской Банана? Конечно же, это Юрий Стоянов Я догадался, что там был Юрий Стоянов Поскольку многие подсказки указывали именно на Юрия Стоянова Да и по комплекции он больше подходил, чем Александр Буйнов Но Филипп Киркоров был уверен, что там Буйнов Поэтому он всячески пытался его спасти Чем меня он удивил, конечно Потому что он настолько любит змею И вот в итоге, когда нужно было спасать змею Он спасал Банан Но слава богу, все-таки 3-2 в пользу змеи А Банан, к счастью, к сожалению, к радости Но покинул шоу Но в любом случае, этот выпуск прошел на хорошей ноте С хорошими номерами Не было никакой драмы, плохого послевкусия Я думаю, что все вернулось на круги своя После предыдущего выпуска Все довольны Юрий Стоянов, как всегда, улыбался Зрители счастливы Аплодисменты Разочарование Киркорова И ликование других членов жюри, которые догадались Вот так вот прошел пятый выпуск Пишите свои комментарии, кого вы уже разгадали Возможно, вы знаете, кто под какими масками скрывается Меня очень волнует Лама Которая до сих пор для меня мистер Икс Просто не понимаю, кто там Вариантов вообще у меня нет Опираюсь только на подсказки жюри и ваш Пишите все, что вы думаете по поводу пятого выпуска Как вам он в целом Как номера Кто вам больше всех понравился Ну и, конечно, на кого вы ставите в финале Кто же будет в финале и кто победит Всем спасибо за просмотр Не забудьте поставить лайк этому видео И встретимся в комментариях под видео Как всегда Всем классного дня и настроения Пока, до скорых встреч